В эфире Лицкого телевидения информационная программа события в студии Юлия Мисура. Здравствуйте! Смотрите в нашем пятничном выпуске. Спасатели за безопасную Беларусь, а корректив Зонального центра гигиены и эпидемиологии за эпид-благополучную Беларусь. В Лиде проходят митинги за Беларусь. Главная новогодняя елка удивит литчан. Разработан проект ее установки на дожиночной площади и оборудование рядом ледового катка. В центре внимания дети. Работники МЧС обучают правилам пожарной безопасности дошкалят и школьников. В объективе телекамер. Литчина стала участницей проекта канала «Беларусь-24. Я хочу это увидеть». А сейчас подробности. Спасатели Гродничины за безопасную Беларусь. Это они подтвердили, участвуя в инициированной областным управлением МЧС одноименной акции. Работники и ветераны Литского районного отдела по чрезвычайным ситуациям присоединились к ней, организовав автопробег по памятным местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны. Первая остановка у Кургана бессмертия. Спасатели возложили цветы к его подножию, развернули большой флаг с надписью «За Беларусь». И минутой молчания почтили память тех, кто завоевал победу. Работники Литского районного отдела по чрезвычайным ситуациям единодушно приняли решение принять эстафету «За безопасную Беларусь» от спасателей Гродничины. Мы выступаем «За безопасную Беларусь». От Кургана бессмертия участники автопробега проехались по улицам Лиды, а затем направились в населенные пункты Литского района. На всех автомобилях государственные флаги и вместо номерных знаков лозунг «За Беларусь». В маршруте автопробега были две остановки – в агрогородке Гончары, у памятника погибшим землякам, и на левом берегу Немана, в двух километрах от Березовки, у скульптуры «Скорбящая мать», установленная на братской могиле 200 военнопленных, расстрелянных в 1942 году. Спасатели везде возлагали цветы, разворачивали флаг и чтили память погибших в годы Великой Отечественной минуты молчания. За эпид «Благополучную Беларусь» по таким девизам провел сегодня митинг коллектив Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Проходил он на территории центральной районной больницы у памятника защитникам города и жертвам варварских бомбардировок первых дней войны. Работники зонального центра гигиены и эпидемиологии возложили цветы к его подножию и минутой молчания почтили память жертв Великой Отечественной. Как и спасатели, свою гражданскую позицию они выразили, развернув большой флаг с надписью «За Беларусь». Мы сегодня провели акцию за эпид «Благополучную нашу страну», чтобы все люди у нас были здоровы и страна наша была процветающая. К другим темам. Итоги социально-экономического развития района за первое полугодие 2020 года обсуждали сегодня участники заседания Лидского районного исполнительного комитета. За шесть месяцев выполнены два из четырех ключевых показателей эффективности работы по экспорту товаров и прямым иностранным инвестициям. Есть проблемы в экспорте услуг и количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места на новых производствах. По итогам двухгодия динамика по установленным показателям нас не радует. Хотя в первом квартале мы сработали с достаточно высокими цифрами. Причины обусловлены во многом в общем-то время кризисными явлениями. Организация района поставляет продукции в 53 страны мира. В текущем году освоено шесть новых рынков сбыта. Принято участие в шести зарубежных мероприятиях. Продажа товаров осуществляется через интернет-магазины. Рынок электронной коммерции. Используется гибкая система ценовой политики. Вместе с тем пока этого недостаточно. Нужны более точечные меры. Сложившиеся обстоятельства повлияли на экспорт услуг. Особенно это касается туристических. Если заинварь марта в целом по району экспорт возрастом 25,2%, то в январе и июне снижен на 47,4%. При этом количество всех туристов в портовом квартале сократилось более чем в пять раз. Иностранных в 36. Надо сказать, что пока еще границы полностью не открыты. Тем не менее, субъекты туристической сферы готовятся к приемам гостей. В настоящее время приступили к строительству инфраструктуры жилой застройки микрорайонов Севера. В сентябре начнем в микрорайоне Остромля. Поэтому ведется обустройство канализационных сетей для четырех микрорайонов индивидуальных застройок. На эти цели выделено 2,5 миллиона рублей республиканских субвенций и средств областного бюджета. Продолжается строительство шести многоквартирных домов. Эти с господдержкой и одного коммерческого. В первом полугодии введено в эксплуатацию 14,7 тысяч квадратных метров жилея. Строительная монтажная работа напрямую взаимосвязана с инвестиционной деятельностью. За первое полугодие в район привлечено более 82 миллионов рублей вместителей в основной капитал. В соответствии с областной инвест программой завершается первая очередь строительных работ по хирургическому корпусу Лицкой и Центральной районной больницы. В этом году на эти цели затрачено 3 миллиона рублей. Возводим пристройку для домов направлено почти 250 тысяч рублей. Работа и поврелечение инвесторов. Примером работы в этом направлении является отчертение литовской компании «Дайманс» недостроенного здания в области Кочина. Новый белорусский собственник предусматривает его реконструкцию под многофункциональный объект. В планах реализации энергоэффективного и ресурсосберегающего проекта по замещению электропотребления входа электростанции. В перспективе строительства Витцерской компании «Билетного завода». С участием немецкого инвестора планируем создание производства поворачивания лук. Во исполнении 144-го указа, подписанного после посещения главного государства Секлазова-Неман, проведена определенная работа по приемам собственности района имущества предприятия. Сейчас зарабатывается техническая документация по циклице. В сентябре планируется завершить передачу объекта. На базе принятого в району собственной санатория-профилактория при Неманске начал работу Березовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов. На сегодняшний день создано 34 новых рабочих мест. Для более эффективного использования имущества района в ближайшее время планируется создание центра недвижимости по работе с коммунами собственности, работой по организации службы заказчиков, принимаются меры по развитию сельского хозяйства. В этой сфере обеспечена положительная динамика. Главой района Сергеем Ложечником перед руководителями предприятий и организаций поставлена задача найти дополнительные резервы и выйти на прогнозные показатели за 9 месяцев. Инициатива председателя Лицкого райисполкома Сергея Ложечника по поводу установки главной новогодней елки в Лиде на Дожиночной площади и оборудования рядом ледового катка на пути к реализации. На сегодня уже есть ее проект. Согласно ему, вся территория у Дворца культуры и Дожиночной площади будет в праздничной иллюминации. У елки расположатся торговые ряды, а рядом с ледовым катком – пункт проката коньков. Впереди предстоит сделать немало, однако результат того стоит. Отметим, что данный проект – лишь одна из многочисленных задумок главы района по усовершенствованию городской инфраструктуры. О кадровых назначениях в регионе. На должность директора Лицкого завода электроизделий назначен Анатолий Маникало. На предприятии он работает с августа 2013 года. Начинал с заместителем директора по коммерческим вопросам. А с мая 2019-го был заместителем директора по развитию. Новый руководитель и у Лицкого центра по племенной работе и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. Его возглавила Антонина Мархотская, которая до этого работала здесь зоотехником-селекционером. Продолжаем выпуск. Последние две недели выдались для Лицких спасателей спокойными. За это время зарегистрированы три возгорания. В одном случае горела сухая растительность на окраине города. Два пожара произошли в один день и в одном сельском населенном пункте нашего региона. Их причина устанавливается. 25 августа 18.05 на телефон диспетчера Лицкого РЧС поступило сообщение о пожаре нежилого дома по адресу Дворещанский сельский совет деревни Судьки. Данный дом хозяин использовал как дачу. В результате возгорания уничтожена кровля, повреждены стены, частично перекрытие. Чуть позже в половину седьмого в той же деревне произошло еще одно возгорание. Горел также нежилой дом. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены. МЧС напоминает, будьте предельно внимательны и осторожны с огнем. Соблюдайте правила пожарной безопасности, а для того, чтобы беда не пришла в ваш дом, установите автономный пожарный извещатель. Он вовремя среагирует на задымление и подаст мощный звуковой сигнал. Накануне учебного года по инициативе Министерства по чрезвычайным ситуациям в Беларуси стартовала профилактическая акция в Центре внимания «Дети», направленная на привлечение внимания к проблеме травматизма и гибели несовершеннолетних от пожаров вследствие оставления их без присмотра. По традиции она проходит в два этапа. Проводимые спасателями мероприятия направлены как на родителей, которые должны обучать детей правилам пожарной безопасности, так и на дошкаляты школьников. Одно из таких работники Литского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели в детском развлекательном центре, где обустроена специальная тематическая зона со средствами для ликвидации возгораний и интерактивная обучающая площадка, на которой дети вместе с инспектором отрабатывали действия при возникновении пожара. Здравствуйте! Дежурная служба МЧС. У нас на проспекте Ленина, 12, горит телевизор. У нас огонь, неконтролируемый процесс горения. Пожалуйста, приезжайте скорее. Ленина, 11, выезжайте. Ждем вас. Пожар не единственная чрезвычайная ситуация, во время которой могут пострадать люди, поэтому инспектор МЧС рассказал дошкалятам, какие опасности могут подстерегать в лесу, на воде, на стройке и дома и объяснил им правила безопасного поведения. С учетом возраста ребят, а это были малыши 5-6 лет, использовали соответствующее наглядное пособие. Сегодня был дан старт ярмарки безопасности, которая проводилась на базе детского развлекательного центра Лимпопо. С дошкалятами спасатели провели квизы, детские развлекательные игры, самое главное, поучающие, на тему безопасной жизнедеятельности. 1 сентября в Беларуси пройдет Единый день безопасности, который поддерживают различные министерства и общественные объединения. Цель данной акции – предупреждение чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, обучение поведению в условиях пожаров и аварий и обучение оказанию первичной помощи. Примут участие в Едином дне безопасности также и представители МЧС. Они проведут тренировку по реагированию на чрезвычайную ситуацию, проверят системы оповещения, отработают безопасную эвакуацию из зданий. Кроме учреждений образования в Лиде подобные мероприятия будут организованы в магазинах «Дом торговли», «Виталюр» и «Алми» на улице Гастелло. Также во время акции продлится она по 10 сентября. Работники МЧС примут участие в ярмарках безопасности, выступят в трудовых коллективах и на родительских собраниях. 28 августа Православная Церковь празднует Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 важных церковных праздников. В этот день во всех храмах прошли праздничные богослужения. Праздник сегодняшний называется Успением, а в народе он называется Богородичная Пасха. Потому что мы вспоминаем сегодня переход Пресвятой Богородицы из земной жизни в вечность. И вот это важнейшее событие Матерь Божия нас не оставляет. И как поется в молитве «В Рождестве девство сохранило Иси, во Успении мира не оставило Иси Богородица». И вот мы всегда обращаемся к Пресвятой Богородице. И подтверждением то, что она нас слышит, являются многочисленные иконы Пресвятой Богородицы, которых на одной Руси около 400. Это и Владимирская, Казанская, Жировичская наша икона, Виленская, Астробрамская. Их огромное количество, через эти иконы Матерь Божия является своей милостью. Ну и в этот день мы прославляем Пресвятую Богородицу. И большинство монастырей вообще на Руси, они Успенские. Киево-Печерский Успенский монастырь, Псково-Печерский Успенский монастырь, Жировичский Успенский монастырь. Вот, то есть, вот почему-то в честь вот этого праздника названы многие наши обители, Почаевская обитель. Ну и, конечно, я поздравляю всех наших православных верующих с праздником Успения Пресвятой Богородицы, ну а наших собратьев-католиков с прошедшим Успением. Вот, и дай Бог, чтобы по молитвам Пресвятой Богородицы все у нас получалось. Дай Бог, чтобы Господь благословлял нас миром, дай Бог, чтобы в наших семьях царил мир. И, конечно, в эти дни мы сугубо молимся о том, чтобы скорее воцарился мир в нашей любимой стране, в нашей любимой Беларуси. Уникальный контент для телепроекта «Я хочу это увидеть». Несколько дней в Лиде и Лидском районе работала съемочная группа канала «Беларусь-24». В нашем регионе столичные журналисты не впервые. И если ранее перед ними стояла задача показать туристический потенциал Лищины через ее архитектурные объекты, то сейчас они делали это через интересных и необычных людей, влюбленных в свое дело. Ведущий проекта любознательный байкер и заядлый путешественник Владимир Богданов со своей командой встречал таких в Лидском замке. На предприятии «Лида Хлебопродукт», на стеклозаводе «Неман», в ТПФ «Лида» и усадьбах в агрогородках Торнова и Бердовка, а также на узкоколейке торфабрикетного завода «Детва». Съемочная группа увидела скульптуры Ричарда Груши, коллекцию медной посуды. Андрея Фишбайна оценила, как делаются макароны на Лидах хлебопродукте и готовятся печеные уши в ТПФ «Лида». Познакомилась с Ястребом, который с недавних пор живет в Лицком замке, а также провела съемки в усадьбе Мавросов и усадьбе Демповецкого. Ты не узнаешь ни город, ни место, ни достопримечательность, нежели если поговоришь с человеком, который так или иначе с ним связан. Ну вот, например, усадьба Демповецкого, да, Александр, который здесь с детства жил, растет, сейчас уже помогает ее восстанавливать всеми силами, ну и, собственно, ей занимается. Прекрасный, замечательный, я рад знакомству, скульптор, который Ричард имею в виду, который пол-лид застроил своими красивыми инсталляциями, да, наверное, пол-страны, если так посмотреть. Я даже им предложил, говорю, вам надо скоперироваться и создать целый туристический маршрут сугубо по вашим работам, вот так вот, чтобы кататься и смотреть. В Лизском замке живет там и работает чудесный Николай, который, ну, просто замечательный человек сам по себе, он очень увлеченный, как и все люди, которые были в моем проекте. Увлеченные не просто жизнью, увлеченные тем, чем они занимаются, это очень круто, но когда человек рассказывает прежде всего свое впечатление о достопримечательности какой-то, он создает те краски, которые на самом деле ни один учебник и ни один журнал не покажет. В конце выпуска немного спортивной информации. Хоккейный клуб Лида завершил свое выступление в Кубке Руслана Салея на пятом месте в группе «Б». Напомним, «Рысари» провели шесть матчей, в двух из которых одержали победу, а в четырех потерпели поражение. В выходные состоятся полуфинальные и финальные встречи Кубка. За победу будут бороться победители группы А, хоккейный клуб «Гомель» и клуб «Динамо-Минск». А победитель группы Б – «Динамо-Молодечная» и «Столичная юность». Обе игры состоятся в субботу. Встречи за призовые места запланированы на воскресенье. Все матчи пройдут в «Гомеле». И на сегодня это все. Всем хороших выходных. Кстати, с четверга в связи с изменением погодных условий в Лицком районе снят запрет на посещение лесов. Так что можно с пользой для здоровья и души провести время на лоне природы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин